Аэропорт в Туркменистане попал в Книгу рекордов Гиннесса. Таджикских абитуриентов обязали написать сочинение о Рахмоне. В России намерены сократить число трудовых мигрантов. В Таджикистане милиционеры заставили имам Хатыба оговорить местного жителя. 26 февраля 2018 года при участии президента Туркменистана Гурбангулы Берды Мухамедова введен в строй международный аэропорт в административном центре Лебабского вилаята Туркминабада. В церемонии открытия нового аэропорта приняли участие заместители председателя Кабинета министров, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, представители общественных организаций, зарубежных и отечественных СМИ, послы иностранных государств в Туркменистане, Акиме Вилаятов и Ашхабада, а также местные жители. На мероприятии выступили с речью и зарубежные гости. В частности, представитель Книги рекордов Гиннеса отметила технологичность нового аэропорта в Туркминабаде, подчеркнув, что отдельного внимания заслуживает вид с высоты на пассажирский терминал, имеющий форму огромной звезды. В этой связи председателю службы Туркмен Хуайоллари был вручен сертификат Книги рекордов Гиннеса, официально подтверждающий уникальность архитектурного воплощения пассажирского терминала аэропорта Туркминабада. Объекты нового аэропорта раскинулись на площади более 600 гектаров. Здание пассажирского терминала занимает 37 тысяч квадратных метров. Напомним, что в данный момент народ Туркменистана столкнулся с очень серьезными экономическими проблемами. Резко повысились цены на продовольственные товары. В середине прошлого года правительство в целях экономии отменило все существующие льготы на газ, электроэнергию, воду и т.д. Наблюдается также дефицит муки и других продуктов первой необходимости. Режим Бердю Мухамедова в ответ на это принимает радикальные меры. Конфискация излишков муки у населения, ограничения на продажу или продажа сугубо по талонам. Таджикских абитуриентов обяжут написать эссе на таджикском языке. Об этом сообщила сотрудник Министерства образования и науки Таджикистана. Абитуриенты могут выбрать одну из около 60 утвержденных коллегией Министерства свободных тем, в том числе «Лидер нации» и «Защитник нации» или «Мы – последователи лидера нации». «В перечне есть и другие темы. Я – ариец и горжусь этим. Национальная одежда – символ национальной культуры. Упорядочение обычаев – благо для жизни», – сообщил сотрудник Министерства образования. Предложение написания эссе на государственном языке озвучил в сентябре 2015 года в День знаний в университете города Куляба президент Таджикистана Эмамали Рахмон, за которым законодательно закреплен статус основоположника мира и согласия, лидера нации. Следует отметить, что это уже далеко не первое изменение, вносимое режимом в образовательную программу страны с целью внедрения в умы подрастающего поколения секуляристских идей, а также воспитания молодежи в духе патриотизма, национализма и культа личности Рахмона. Так, в 2016 году, лояльные к режиму чиновники, дабы угодить президенту, уже ввели в некоторых вузах Таджикистана новый учебный предмет под названием «Эмамали Рахмон, архитектор нового государства таджиков». А начиная с 2017 года в общеобразовательных и средних школах был введен новый предмет – Конституция. Также госчиновников и будущих дипломатов обязали изучать предмет под названием «Школа государственности Эмамали Рахмона». Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что нужно сократить долю мигрантов на рынке труда, сообщает «Интерфакс». Правительство намерено постепенно ограничить доступ иностранной рабочей силы. По словам Голодец, с 2015 года снизилось число мигрантов, работающих в сфере пассажирских перевозок – с 50% до 28%. И торговли – с 25% до 15%. В ноябре 2017 года правительство России утвердило на 2018 год квоту на временное проживание мигрантов в количестве 90 360 разрешений. Это на 19,8 тысячи меньше, чем годом ранее. Ранее Министерство труда предлагало установить квоту в количестве 140 423 разрешений на работу на 20% меньше, чем в 2017 году. Сотрудники ОМВД по Рашскому району РТ под угрозами заставили Фадхулло Назриева имаму мечети села Яшум подписать подготовленную заранее объяснительную записку, где сообщается о якобы связях Худайорова с исламским движением Салафия. Об этом сообщает радио Азади. Джунайдулло Худайоров – один из активных пользователей Фейсбука, был задержан сотрудниками ирарской милиции 22 января этого года по обвинению в связях с исламским движением Салафия. Сейчас он содержится в СИЗО района Фердавси города Душанбе. Против Худайорова возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 307 УКРТ Участие в экстремистском сообществе. Имам мечети Фадхулло Назриев в беседе с радио Азади 2 марта сказал, что два месяца назад его вызвали в ОМВД по Рашскому району. «Один из милиционеров, Укуматов Зульфикар Саидович, привел меня в один из кабинетов, где другой милиционер в грубой форме приказал подписать объяснительную записку. Если не подпишешь, тебя самого объявим Салафитом, сбреем бороду и отправим за решетку», — угрожал офицер милиции. Я испугался и согласился поставить под документом свою подпись. На самом деле Джунайдулло Худайоров не имеет никакого отношения к Салафия и следует только имаму Абу Ханифа. «Я уже сказал, что готов покаяться во всем», — говорит Фадхулло Назриев. Фархот Худайоров, брат Джунайдулло, в беседе с радио Азади сказал, что его брат отвергает обвинения в связях с Салафия. По его словам, Джунайдулло на своей страничке в Фейсбуке часто писал о проблемах Ражского района. В одной из его публикаций, в частности, было сказано, что в Ражском районе решили вернуть многотысячный долг за аренду школьных учебников путем сбора орехов, шиповника, металлолома и макулатуры. Он критиковал работу налаговиков и директора местной угольной шахты, говорит Фархот Худайоров. Напомним, что Таджикистан является единственной страной в мире, где салафизм запрещен на государственном уровне. Эксперты называют салафизм — система взглядов, одним из мазхабов в течении в исламе, но даже не относят его к ряду исламских движений, которые проводят какую-то политическую или просветительскую деятельность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok